Хорошая физическая подготовка понадобилась жителям Алматы, тем, кто отважился покорить пик Нурсултана. Вершину назвали в честь президента республики Нурсултана Назарбаева. В горы отправился и мой коллега Максим Козлов. Больше 4000 метров. Эта точка одна из самых высоких в Зайлисском Алатау. Ее покоряют несколько сотен казахстанцев. Один из смельчаков Сергей Анисов. Бывший спасатель теперь ходит в горы ради удовольствия. Говорит, подниматься нужно с особым настроением. Вершину не покоряют, она дает, пускает к себе, скажем так. Горы не любят расхлябанности, просто всякого, ну, как легкомыслия, скажем так. А здесь, ну, в общем-то, опять же, здесь, сюда уже поднимаются те люди, которые, ну, уже настроенные, вообще необыкновенные люди. Бывший пик Комсомола стал пиком Нурсултан 20 лет назад. Столько в этом году исполнилось и Астане. Перед юбилейным восхождением участникам напоминают главные правила в горах. Номер один – сначала помочь товарищу, потом себе. Номер два – взять с собой необходимое снаряжение. Чтобы прогулка в горах доставляла удовольствие, вам нужно необходимый минимум – обувь, рюкзак, конечно же, солнцезащитные разные штуки, кремочки, головной убор. Потому что сгореть в горах можно очень серьезно. Маршрут второй категории сложности из пяти – скалы, снежные участки, крутые ледовые склоны. Труднее всего участникам даются каменистые подъемы. Мне кажется, легко, но камни острые. Желающих испытать себя и подняться на пик Нур-Султан в этом году более пяти тысяч человек. Но покорить вершину смогли только двести. Максим Козлов, Азамат Еребаев, Тимирлан Ергазин, МИР24. На пик Нур-Султан поднялся и Аким Алматы, Буэржан Байбек. Субтитры создавал DimaTorzok